Переезжаем дорогу, аккуратно, сходим с велосипеда, на светофор, на зеленый свет, как пешеходы, переходим дорогу и подъезжаем в здание администрации. Инструктаж велосипедисту зимой, как шипованная резина. Летом массово катаются каждые выходные, а в снежно-дождливое время всего два раза в месяц, к датам. Очередной марафон объявлен веломаскарадом к Старому Новому году, хотя в костюмах пришли немногие, и без него все ясно. Главное, что мы на велосипедах, это наш главный костюм. Мы хотим доказать, что велосипед это такой транспорт, который может использоваться в любое время, в любую погоду. Ой, еж едет! Так обычно встречают Станислава Труфанова любители зимних видов спорта в горах. Шапка еж уже 6 лет, талисман кандидата экономических наук и в прошлом тренера по карате. Я с ним всегда катаюсь в горах, на сноуборде или на лыжах, а сейчас любое мероприятие, которое связано с какими-нибудь костюмами, я всегда езжа беру с собой, скажем так, друг всегда с собой. Еж как друг делает Станислава интересным прохожим. Прошу прощения, а можно сагратируется с вашей шапкой и с вами? Если со мной и с моей шапкой, то можно. Очень крутая шапка. Велосипед Антона Гриценко – маскарадный костюм физика. Антон и есть физик по образованию. Всю сознательную жизнь занимался наукой и модернизировал свой велосипед. На себе ощутил пользу для здоровья от велосипеда, потому что физическая нагрузка в нашем обществе – это довольно редкое явление. Все сидят, сидячая работа, и организм немножко от этого страдает. Самым распространенным костюмом зимнего велосипедиста оказался светоотражающий жилет – лучший способ не испортить праздник. Олеся Слинкот, Агир Фатахов, На Дону. Олеся Слинкот, Агир Фатахов, На Дону.